Здравствуйте, ребята! На прошлом уроке мы с вами изучали корни. Корни, как правило, живут в земле, и их существование скрыто от нашего глаза. Однако из этого правила, как вы помните, бывают исключения. И некоторые корни существуют над поверхностью земли. Сегодня мы продолжим изучение органов растения. Сегодня будем изучать побег. Побегом называется стебель с листьями и почками. Стебель. Стебель выполняет в растительном организме несколько важных функций. Стебель выносит листья к свету. По стеблю передвигаются вода, минеральные и органические вещества. Стебель соединяет вместе все части растения. На стебле располагаются почки, из которых развиваются боковые побеги, а также цветки и плоды. По характеру роста стебли бывают разными. Прямостоячий стебель, вьющийся стебель, ползучий и даже цепляющийся стебель. Ребята, для того, чтобы понять, как живет и работает стебель, я предлагаю вам познакомиться с его внутренним строением. В качестве примера рассмотрим срез молодого однолетнего стебля липы. Снаружи он покрыт кожицей, которая со временем замещается мертвыми клетками пробки. Кожица и пробка — это покровные ткани. Под пробкой располагается кора. Ее внутренняя часть — это луб, по которому перемещаются органические вещества. Наряду с проводящими клетками в состав луба входят одревесневшие волокна, придающие стеблю прочность. Древесина — это основная часть стебля. В ее состав входят сосуды и механические волокна. Между лубом и древесиной находится камбий, слой образовательной ткани, делящиеся клетки которой, дают начало клеткам луба и древесины. В центре стебля расположена сердцевина, образованная клетками основной ткани, выполняющей функцию запасания питательных веществ. Ребята, лист занимает боковое положение на стебле. Лист состоит из листовой пластинки и черешка. Некоторые листья не имеют черешка и прикрепляются непосредственно к стеблю. Такие листья называются сидячими. Листья разных растений отличаются друг от друга формой, расположением на стебле, а также количеством листовых пластинок. Листья хорошо известных вам березы, липы и многих других растений имеют одну листовую пластинку. Это простые листья. Листья шиповника, акации имеют по нескольку листовых пластинок. Такие листья называются сложными. Листья у растений выполняют много важных функций. Например, в листьях происходит образование питательных веществ. Листья участвуют в проведении питательных веществ по растительному организму. Листья испаряют воду, тем самым давая растению возможность охладиться. Но у некоторых растений листья выполняют и несвойственную им функцию, но для этого листья, как правило, видоизменяются. Например, колючки барбариса служат для защиты. Усики гороха помогают не сильному стеблю этого растения карабкаться вверх к солнечному свету. Почка Сразу оговорюсь, что речь пойдет не о сложном и очень важном для позвоночного организма органе, который отвечает за выделение, а речь-то пойдет о растительной почке. Почка — это зачаточный побег. Почки у растений бывают двух видов — листовые и цветочные. Из листовой почки развивается боковой побег. Внутри листовой почки хорошо различимы зачаточные стебель и листья. Цветочная почка, в отличие от листовой почки, помимо зачаточных стебля и листьев, имеет еще и зачаточный цветок. Именно из этой части цветочной почки разовьется цветок, а затем на его месте плод с семенами. Ребята, некоторые побеги способны видоизменяться до неузнаваемости. Например, с видоизмененным подземным побегом картофеля, с обыкновенной картофельной, вы наверняка знакомы. Итак, сегодня мы, ребята, с вами рассмотрели строение и функции побега. А дома я предлагаю вам подумать над двумя вопросами. Вопрос первый. Скажите, а почему стебель, листья и почки объединяют в один орган? Второй вопрос. Может ли побег передать свои функции каким-то другим органам растения, ну хотя бы частично? Удачи! Спасибо.